Но я рад, что Он сегодня с нами, что Он вернулся. Кто готов услышать Слово Божие, поаплодируйте. Поаплодируйте нашему брату, епископу Верону Ашу. Отец, это всегда правильно — воздавать Тебе благодарность и хвалу. Ведь именно по этой причине Ты выделил человека из всех остальных классов Своего творения и спас нас, сделал нас вершиной и шедевром Своего замысла, поделился с нами Своим образом, чтобы мы предложили Тебе по Своей воле, а не по приказу Своего поклонения. И мы приходим в Твой дом, чтобы прийти из славы в славу. Мы превозносим, прославляем, благословляем и возвеличиваем Твое Святое Имя. И мы просим Тебя, говори к нам, не как с детьми, но как с отцами. Даруй нам ясность мысли и четкость речи. Но самое главное — даруй нам свое помазание, которое облегчит проповедь и слышание Слова. Даруй нам свое благоволение и помощь. Чтобы грешники обратились, и чтобы Твой народ утвердился, чтобы каждое слабое колено окрепло и каждое жаждущее сердце было насыщено. И, Отец, сегодня мы соединяем Свои голоса с гимном хвалы, возносящимся от ангелов, архангелов, начальств, властей, престолов и господств, исходящих от херувимов и шестикрылых серафемов, прикрывающих Свои лица и ноги, летящих друг к другу, поющих и провозглашающих, что Ты свят. И небеса и земля полны Твоей славы. Мы молимся об этом. Во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь и аминь. Господь пусть благословит вас, пожалуйста, садитесь. И это благословение — быть живым. Но большее благословение — это быть дома, вместе с семьей, друзьями и людьми, которые любят Тебя. Аминь. Ровно два года назад меня увезли в больницу с температурой 41. Точнее, это было полтора года назад. Мне поставили начальную стадию рака толстой кишки. Я приехал туда, и 12 хирургов мне сказали, что мы должны прооперировать вас в течение следующих трех часов, «Или вы умрете». И я тут же начал поклоняться. Я заупрямился и сказал людям, которые там были со мной, «Я сказал, не знаю, кому вы сейчас можете позвонить, но я знаю одного человека, который попросит людей молиться. И я знаю одну церковь, в которой помолятся, и Бог их услышит». Я проповедую во многих церквях, но я знаю, что есть люди, которых Бог слушает. не из-за того, что они какие-то особенные, или что они живут лучше, или у них больше денег, но из-за того, что у них сокрушенное сердце, и их уста полны хвалы. И Николь обзванивал разные больницы. Он постоянно звонил, пока не дозвонился. И они предлагали сделать радикальную операцию, но я заупрямился и не дал им сделать мне операцию. Пастор Браун позвонил мне. Он спорил со мной, а я спорил с ним в ответ. Я знаю, это было не очень правильно. Знаете, когда вы умираете, из вас может исходить что угодно. И вы потом говорите, «Это не я, это был дьявол». И знаете, в следующем году мне должно было исполниться 40. И они хотели удалить мне всю прямую кишку и поместить туда какой-то резервуар. Я сказал, «А что, если у вас не получится? Тогда лучше вообще не делайте мне ее». Дьявол лжец. Если только не приползет страшный крокодил. И мы запретили этому демону. Я был в больнице 48 дней, а в коме я пробыл 6 дней. Я единственный человек в истории Калифорнии, а также в истории медицины, у которого была такая серьезная стадия болезни, и который обошелся без операции. Это потому, что Бог верен. И я верю, что это из-за того завета, который у меня есть с такими людьми, как здесь, во Всемирной Церкви Веры, и пастора Клинта Брауна, которые любят меня. И когда вы просите их молиться, они молятся, и Бог слышит их. И когда мне стало лучше, в результате болезни я все потерял. Я потерял два дома и все остальное, что у меня было. И вы об этом не знаете, но единственный человек, который позвонил мне и сказал, «Мой дом — это твой дом. Моя машина твоя. И пока ты жив, Верон, у тебя есть друг по имени Клинт Браун». Он сказал, «Я посажу тебя на самолет, и ты прилетишь сюда, во Флориду. Потому что здесь, во Всемирной Церкви Веры, мы любим тебя. И я рад быть здесь. И слава Богу за этого мужа Веры. Давайте поаплодируем ему. И мне все равно, что скажут остальные, или что вы слышали. Этот человек не только проповедует, но и живет так. И если у него что-то и есть, то это не из-за того, что ему дали люди, но потому что он сам даятель. И я благословлен и почтен тем, что он назвал меня своим другом. И никого в мире я не люблю больше, чем пастора Брауна. Когда ни моя семья, ни друзья, никто не оказал мне поддержку, он сделал это. И это единственная церковь, частью которой я хочу быть, пока я нахожусь в переходном периоде и делаю то, что Бог хочет от меня. И я знаю, что если я останавливаюсь в каком-то месте, то мне необходимо несколько вещей. Во-первых, я должен быть накормлен. И я должен быть в том месте, где я могу воздавать хвалу Богу. И это всемирная церковь веры. А также мне необходимо быть в том месте, где люди любят тебя безусловно. Аминь. Это невероятная церковь. Я так почтен. Спасибо тебе, что ты являешься моим другом. И сегодня я проповедую в первый раз за два года. Я не проповедовал целых два года. И каждый, кто меня знает, надеюсь, вы все принесли подушки. Аллилуйя! Мы сегодня не закрываемся. И если вы принесли сегодня Библии, откройте вместе со мной Евангелие от Святого Луки. Евангелие от Луки, 2 глава. Это синаптическое Евангелие. Таких Евангелия три. И они написаны на основании того, что мы называем Евангелием Кью. Кью происходит от немецкого слова, означающего «источник». Они в основном содержат одни и те же принципы и истины. Последнее же написанное Евангелие – это Евангелие от Иоанна, и оно является созерцательным Евангелием. Лука же сам не видел ни одной из чудес, но слышал о них от других. А так как сам он был врачом, он писал Евангелие в точных деталях, так как он пытался донести послание. И работа врача – это лечить людей. И он знает, что любой порез может либо вылечить, либо убить. Поэтому нельзя совершать необдуманных действий. И также необходимо говорить конкретно, когда вы ставите диагноз или описываете что-то. И когда Лука вспоминает Евангелие, он начинает давать специфическое, точное описание человека, называемого Мессией. И мы находим в Евангелии от Луки истории, которые нельзя найти больше нигде. Не потому, что они не истинны, или он их придумал, но потому, что в понимании Луки, а также его большим желанием, было передать всю историю. И если тебя знают четыре человека, и некоторые спорят с этим, они говорят, что если в одном Евангелии есть какие-то вещи, которых нет в другом Евангелии, это предполагает заблуждение. А если в Писании есть ошибки, то значит и в историях есть ошибки. А если в историях есть ошибки, то и фокус истории ошибочен. А если фокус истории ошибочен, то и божественность фокуса истории ошибочна. А если божественность фокуса истории под сомнением, то можем ли мы на самом деле верить, что Иисус — это тот, кем Он Себя называет? но любой человек кто знаком с критическим мышлением знает что если в комнате пять человек и все видят одно и то же то у каждого из них будет своя точка зрения и их точка зрения будет исходить из их нужды кто-то из вас сегодня уйдет и вы назовете его целителем потому что вы пришли больным кто-то назовет его освободителем потому что вы были чем-то связаны кто-то назовет его расчистителем потому что что-то мешало вам увидеть и это не значит что вы встретили три разных бога это значит что ваше восприятие определила ваше откровение и лука начинает писать во второй главе в евангелии от луки он начинает вспоминать небольшую историю в те дни вышло от кесаря августа повеление сделать перепись по всей земле это перепись было первое правление верения сирии и пошли все записываться каждый в свой город пошел также и иосиф из галилеи из города назарета в иудею город давидов называемый виклием потому что он был из дома и рода давидова записаться с марию обреченную ему женой которая была беременна когда же они были там наступило время родить ей сегодня я хочу проповедовать на тему проблемы предшествующие исполнению обетований проблемы предшествующие исполнению обетований величие человека определяется не тем насколько он успешен а тем сколько он страдал если вы хотите узнать чего вам удастся добиться в жизни то в основу величия своей мечты вы должны положить свою способность преодолевать свои скорби и несчастье когда вы смотрите на свою жизнь если какие-то мелочи вывели вас из равновесия и вы не смогли их пройти то вполне справедливо будет сказать что ваша мечта будет очень маленькой возможно возможно вы станете лидером по изготовлению картошки фри где-нибудь бергер кинге возможно это и будет все потому что всю свою жизнь когда к вам приходят проблемы вы теряете равновесие кто-то позвонил вы уже взвинчены кто-то врезался в вас в церкви реальность состоит в том что когда вы смотрите на свою жизнь вы говорите я все потерял но я все еще здесь и из моей жизни ушли важные люди не просто друзья которым грош цена а важные люди которых я любил и которым я доверял они отвернулись от меня и я подумал что это конец но я все еще здесь и у меня были друзья у которых не было тех же преимуществ которые были у меня и у них не было тех же испытаний которые прошел я у них были деньги семья друзья и они были обеспечены а я очень плохо учился в школе я долго искал работу и я пошел работать я обеспечивал свою семью семью своей матери своих братьев и сестер и несмотря на все это я оставался верным я любил бога и ходил в церковь и я все еще здесь другие люди которые уверовали вместе со мной когда я смотрю на церковные стулья я понимаю что их больше здесь нет они отступили и больше не ходят церковь они сдались но я остался и когда я смотрю в будущее и начинаю думать о том что запланировал для меня бог я должен взглянуть на оглавление своей жизни и когда я смотрю в конец книги чтобы найти оглавление потому что оглавление это структурно согласованная статья о каждом слове в тексте то есть если вы хотите выяснить что-то определенное вы смотрите в оглавление и в оглавлении вы найдете источники а эти источники скажут вам насколько ценна данная книга в величайших книгах большие перечни потому что там сказано о многих разных вещах там сказано о ваших скорбях в моем перечне есть боль страдания есть моем перечне в нем есть нищета я стал банкротом это есть моем перечне я чуть не умер и это там есть прошел через ад потерял друзей это есть моем оглавление я слег в постель и чуть не потерял рассудок все это есть у меня в оглавлении и оглавление предполагает что я не какой-то там маленький никто который только вчера родился но в моей жизни есть ценность моей жизни есть смерть я не какая-то там мелкая лужа я целая старика которая только ждет чтобы взорваться откровениями и обетованиями о моем будущем вы не знаете кто сидит рядом с вами возможно я не выгляжу слишком привлекательным для вас но мои испытания подразумевает что я куда-то иду иду и двигаюсь в нечто лучшее чем то где я нахожусь сейчас никто да не смущает вас не смущайтесь и не будьте поколеблены когда я лежал в больнице и приходил в себя и был без сознания и врачи говорили мне тебе конец ты сошел с ума ты упрямы себе на уме ты умрешь здесь я продолжал противостоять в своем разуме нет это всего лишь глава который еще не написано это не конец книги это всего лишь глава моей жизни и глава это еще не определение но она помогает тебе понять завершение и какое бы испытание мы не проходили поймите библия говорит вот здесь что бог собирался что-то сделать в этом мире но чтобы ему это сделать ему нужно было найти девушку и не какую-то особенную девушку не ту которая бы сильно отличалась от остальных мария была одной среди многих что означает что она была такой же как все женщины она ничем от них не отличалась она была такой же как все исключение состояла в том что она обрела благодать или милость у бога и милость это не то что можно заслужить когда я прошу вас милости то я прошу у вас милости потому что я как раз таки не заслуживаю ее когда вы идете получать чек по окончанию недельной работы вы не просите милости вы получаете то что должны вы говорите я обменялся временем на ваши деньги вы получили мое время теперь мне нужны мои деньги но когда вы просите о милости вы говорите я знаю я ничего не сделал чтобы заслужить это и я прошу вас об этом на основании лишь того что я имею к вам доступ вы не понимаете что когда бог выглядывает из толпы то тот кто стоит к нему ближе получает исцеление первым толпе было много больных людей когда женщина с кровотечением получила исцеление почему же она исцелилась а другие нет потому что она стояла ближе всех поклонение это не предварительное мероприятие мы не поклоняемся просто до тех пор пока не выйдет проповедник мы не поем просто пока сюда не придут все мы поклоняемся чтобы приблизиться царю и те из нас которые смотрят на часы и говорят а у меня еще есть несколько минут я не собираюсь петь весь вечер да и вообще я могу опоздать потому что там только и делают что поют тогда не раздражайтесь если вы уйдете а человек который был здесь в 7 часов исцелиться а вы нет потому что он стоял ближе чем вы одна женщина нашла благоволение у бога и библия говорит что она жила в назарете в галилеи то время существовала древняя поговорка которая звучала так может ли быть что-то хорошее из галилеи в реальности же когда люди видели иисуса они думали что он из галилеи но он был не из галилеи и так как бытовала поговорка может ли быть что-то доброе из галилеи и бог знал что такая поговорка существовала и он не собирался допустить чтобы его дитя родилась в галилеи и того происходило несколько вещей бог сказал я хочу кое-что сделать и он сказал женщине ты зачнешь в очреве меня я осеню тебя и бог который настолько велик что осенил тебя он настолько же имал чтобы войти в тебя бог который держит мир у себя на ладони очень скоро станет ребенком которого ты возьмешь в свои руки это так парадоксально это смешение понятия но так противоречиво кажется что бог противоречит самому себе и это настолько превосходит понимание что мария говорит так это будет как где как как это произойдет когда я мужа не знаю и вот в чем дело когда бог начинает благословлять тебя и всегда оглядываешься назад и говоришь как это произошло и послушайте если вы можете объяснить как то бог не заинтересован вашей ситуации бог позволит чтобы все пошло не так чтобы когда он все исправит вы могли сказать о это был бог потому что когда твоя мать обанкротилась и обычно ты ходил к ней чтобы взять у нее еще 20 долларов теперь она говорит я не могу тебе помочь у меня нету ты идешь к своему дяде который всегда помогал тебе с ремонтом машины или еще как-то вытаскивал тебя из проблем теперь и он ничего не может сделать и везде вы терпите неудачу и бог говорит что теперь я сделал так что ты задаешь вопрос как так я выберусь из этого как он сделает это как я умудрился так в это вляпаться как все это закончится так бог может это сделать и когда вы задаете вопрос как бог говорит теперь ты говоришь на моем языке потому что пока у тебя были варианты мне не нравился твой сценарий но я привык находиться в смотровых колодцах в другом городе я привык находиться в девушке которая сидит перед тобой я привык находиться в том на кого ты посмотришь и я буду для тебя либо всем либо вообще ничем да да я заканчиваю свое вступление но проблема в том что когда бог начинает с тобой иметь дело вы знаете он не обязан иметь с тобой дело жизнь была бы намного проще если бы у нас не было участвующих сторон дело в том что когда в твоей жизни что-то идет не так а ты пытаешься исполнить свое видение и верить богу о невозможном у тебя есть духовные дети которые тоже должны об этом знать и они говорят слушай я понимаю что ты служитель полного времени но я должен постоянно кушать дорогой я понимаю что ты пытаешься вложиться в свой новый бизнес и ты так взволнован я с тобой у меня тоже есть вера параллельно с тобой я знаю что бог сказал тебе но когда есть участвующие стороны как нам объяснить другим свою веру веру нельзя объяснить ее можно только пережить ты не можешь верить за меня я не могу верить за тебя ты либо знаешь это либо нет и как ты сядешь с людьми и станешь объяснять им свое видение когда они этого не видели и как вы например передадите им идею благополучия и избытка когда они сами сидят и мучаются от своих собственных проблем и от своих собственных бесов как можно передать другим то что бог сказал тебе потому что если вы скажете им то что бог сказал вам вам неизбежно придется иметь дело с критерием помешательства потому что кто ты такой что бог говорит с тобой они со мной ты что сошел с ума ты хочешь сказать мне что посреди ночи мы спали с тобой рядом а он явился и говорил с тобой ты хочешь сказать что у тебя какие-то особенные отношения с богом который лучше чем у меня и что происходит когда вы приближаетесь к богу так это то что окружающие вас люди чувствуют что вы стали дальше от них и теперь вам придется напрягаться чтобы как-то объяснить им свое ведение и сделать это так чтобы те кому ты это говоришь не чувствовали себя меньше по сравнению с тобой видели бы вы меня когда я говорил с врачами и они сказали мы должны вырезать тебе толстую кишку я сказал нет вы этого не сделаете они сказали нет вы режим мы должны это сделать мы хирурги мы прямо сейчас отвезем тебя на операцию когда они зашли это не подлежало обсуждению мы делаем это чтобы спасти твою жизнь я сказал нет я никуда не пойду дайте мне еще морфия оставьте меня в покое я хочу забыться они сказали мне мистер аж вы не понимаете неважно морфи это или боль или токсичность или что-то еще что вошло в ваш мозг и вы теряете рассудок потому что это вызвало у вас бред мы привезем сюда психиатра потому что возможно нам придется перепоручить вас возможно нам придется заставить вас лечь на операцию потому что вы не в своем уме потому что никто в своем уме не выберет смерть вместо жизни а вы еще так молоды и вот они сидят там и спорят со мной пытаясь меня убедить им кажется что я потерял рассудок я им говорю это не так но почему вы тогда не хотите лечь на операцию я сказал потому что бог сказал мне и когда я говорю что мне сказал бог я хочу прояснить что это не из-за того что я какой-то там двоюродный брат бога и что у меня какое-то особенное положение в царстве нет я не хочу вести себя так как будто я знаете супермен я просто хочу сообщить об этом дьяволу и когда я говорю что мне сказал бог понимание того кто такой бог и понимание своих прав на наследство на моей жизни есть призвание которое не может быть выполнено тем ответом который вы мне предлагаете нет я не говорю что вы не знаете о чем говорите вы учились в колледже я тоже вы закончили его я тоже вы многого добились я тоже я не говорю что у вас нет ученых степеней или что у вас или у меня нет аудитории также я не говорю о том сколько людей согласно с вами или со мной но я говорю о том что у вас только один выход и даже в области медицины я знаю достаточно для того чтобы у меня было свое мнение мария у тебя будет ребенок как да ты не думай об этом не беспокойтесь о том как это будет просто сделайте все для того чтобы когда пришло то время вы были в правильном месте некоторые из вас имеют обетование но вы находитесь не в правильном месте у кого из вас были видения и сны и идеи которые вам дал бог и вы говорите хорошо иисус в любое время сегодня хотите расскажу вам чего я боюсь больше всего сейчас конец 2008 года и все взволнованы и каждый раз когда вы включаете христианское телевидение или радио вы постоянно слышите одно и то же сейчас 2008 год 8 это число нового начала и мы все взволнованы но проблема в том что каждый год неважно 2007 сейчас год 2006 5 4 3 2 или 2001 все постоянно обещали что это ваш год и что этот год будет еще лучше потом вы оглядываетесь и говорите хорошо прошел 2007 год ведь это божье совершенное число это год завершения и когда наступил 2007 год который говорили что бог все исполнит то вместо этого я понимаю что я был в гиене шиоли в гадосе по-латински в инферно короче говоря в аду я был в аду и потом бог сказал мне я еще говорил об этом пастору брауну я сказал дух святой сказал мне что проблема в понимании нового начала состоит в том что мы всегда отвергаем прошлое и что мы всегда пытаемся забраковать то через что мы прошли но бог говорит послушай то новое начало в которой ты входишь будет построена на твоей боли и если это новое начало то значит все через что ты прошел не играет роли и ты начинаешь все заново я устал от того чтобы начинать все сначала каждый год опять начинать я слишком многое прошел дайте мне принести в него мою мудрость дайте мне принести свой опыт и принести свою боль через которую я прошел потому что она не будет препятствием но если я строю то я наступаю на нее и поднимаюсь над тем что было предназначено чтобы построить меня но если это новое начало кто мне нужно начинать все самого начала но я прошел слишком большой ад чтобы начинать все сначала я пролил слишком много слез чтобы начинать все сначала я стал сильнее я стал умнее если это не убивает тебя, оно лишь заставляет тебя делать вот так. И в следующий раз, когда ты услышишь какие-то обещания, ты скажешь, о нет, у меня уже один раз так было. Я уже однажды так попал, но в этот раз я умнее, однажды я проиграл, но в этот раз я знаю, кого приблизить к себе, с кем обращаться осторожно, кому доверять, кого называть другом, а кого приятелем, с кем поддерживать общение, а кого выбросить из своего круга. Я кое-чему научился. Повернись к соседу и скажи, я не хочу нового начала. Я не этого хочу, потому что есть некоторые предшествующие проблемы, и моя проблема закреплена за моим обетованием. Как я это узнаю, что я становлюсь ближе к исполнению обетования, из-за обилия испытаний и скорбей. Чем хуже вам становится, тем ближе вы становитесь. Много лет назад мы играли в такую игру. Мы завязывали кому-то глаза и ставили что-то перед ним. Холодно, холодно. Теплее, теплее, теплее. Опять холодно. Холодно, холодно. Горячо, горячо. Горячо. О, обжигает, ты уже там. Понимаете? И мы знаем о том, что Бог собирается сделать. Мы просто не знаем, как Он это сделает. И мы как дети в темноте. И если ты мне говоришь, куда идти, но не говоришь мне, как туда добраться, тогда у меня проблема. И Бог говорит, я скажу тебе, что. А потом я создам различные ситуации, чтобы удержать тебя в Моей воле. Хотите, кое-что расскажу? Четыре или пять лет назад я был здесь. Мы с Томом собирались открывать церковь во Флориде. Я сказал, хорошо, давай сделаем это. Я должен был полететь в Майами. Мы приготовились, собрали вещи. И собрались лететь в воскресенье. И... Звучит предупреждение об урагане. Мы должны эвакуироваться. Эваку-что? И мы эвакуировались. Мы вернулись обратно. И снова мы собрались лететь в следующее воскресенье. Еще один ураган. О нем сообщают по телевизору. И еще четыре поездки были отменены таким же образом. Одна за другой, одна за другой. И они говорят по телевизору, «Мы еще никогда не видели ничего подобного». Такого еще здесь не происходило. И метеорологи были смущены. Они не знали, что делать. Но я-то... Я-то знал. Я же великий проповедник. Но практика того, что я проповедую, иногда обходит меня стороной. В философии это называют теорией практики. Те, кто знает психологию, понимают, что когда вы заканчиваете изучать психологию, то перед тем, как тебе разрешат запутывать чьи-либо мозги, тебе самому нужно сходить к психологу. И вот я здесь. И я вижу, как исполняются обетования за обетованием. А мой разум говорит мне, «Я упустил Бога. Я возвращаюсь обратно в Калифорнию, где у них нет ураганов». И Бог говорит, «Не-а, не угадал. У тебя нет ни малейшего понятия о том, что происходит. И Он создает целый сценарий, целый ряд ситуаций, где Он забирает все, что у меня есть. Так на кого же мне злиться? Я не могу обвинять в этом, кого бы то ни было. Потому что Библия говорит, что Кесарь велел сделать перепись по всей земле. И все из-за того, что одна женщина, Мария, была не в том месте, где ей нужно было быть. Позвольте я кое-чем поделюсь с вами. Весь мир будет платить налоги. Весь мир будет проходить перепись, потому что вы не в том месте, где надо. И это не из-за того, что у вас нет обетования. А из-за того, что вы беременны чем-то, что больше вас. И если вы родите это там, где вы находитесь сейчас, другие попытаются украсть вашу заслугу, украсть у вас ведение и идею. Поэтому Бог говорит, «Я пошлю свою собачку, которую зовут дьявол, чтобы привести вас в чувство». Вы когда-нибудь замечали, что когда овцы теряют ориентир, существуют специальные овчарки? Задача этих собак состоит в том, чтобы прийти и лаем заставить тебя вернуться назад. То место, где ты должен находиться, чтобы ты не отделялся от стада. И каждый раз, когда что-то идет не так, Бог позволяет дьяволу устроить тебе испытание, чтобы ты вернулся туда, где ты должен быть. И когда дьявол совершает свое дело, Бог дергает за цепь и говорит, «Сидеть, овчарка!» И тот отвечает, «Да, сэр. Он заходит лишь так далеко, насколько Бог позволяет ему это сделать. Он никогда не перейдет эту границу. Тем более, что нынешние временные страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая откроется в нас в будущем веке. Повернись к соседу и скажи, «Я прошел через ад». Но не обманывайтесь. Тот ад, через который вы прошли, это лишь легкий намек на то обетование, к которому ты направляешься. Чем хуже все становится, тем больше у меня радости. Чем хуже все становится, тем больше я должен начать восхищаться Богом. И если Писание говорит, что Бог никогда не даст вам больше того, что вы сможете перенести, то проблема не в самом испытании, так же проблема и не во мне. Проблема в том, что я недооценил свою собственную силу. Потому что реальность состоит в том, что в 2006 году, в самом конце года, я был в такой депрессии из-за болезни и немощи, когда я выходил из больницы, что я провел Рождество один у себя дома. У меня не было ни елки, ничего. Мне только прислала сообщение королева, она спрашивала, как у меня дела. Я не ответил на него, мне было все равно. Когда ты в депрессии, ты хочешь быть один и хочешь оплакивать сам себя. Ты высылаешь всего одно приглашение, чтобы никто к тебе не пришел. Ни разносчик пиццы из домино, ни специалист по ремонту кабелей. Я сказал ему, я не мог дозвониться до тебя, когда ты должен был прийти и починить мне кабель. А тут ты пришел, когда я хочу устроить праздник жалости к себе. Так и было, я вас не обманываю. Я сказал ему, отнеси эту бумажку соседям, мне она не нужна. В депрессии. Я сижу там и думаю, так, что со мной? И не говорите мне, что это не все, это конец. Я на самом деле надеялся, что эта болезнь убьет меня. И это странно, когда наступает такой момент, когда смерть кажется тебе более приемлемой, чем жизнь. И когда всю свою жизнь ты был позитивным и никогда не сталкивался ни с чем подобным, и ты сидишь и говоришь, о, как бы я хотел умереть. Не потому, что я хочу, чтобы кому-то было плохо, я просто устал. Вы когда-нибудь уставали? По-настоящему? Вы были измотаны? Так вот, я был измотан. Но я недооценивал свою собственную силу, потому что я говорил, я смотрел на свою ситуацию и говорил, что с этим никто не сможет справиться. Я не смогу выдержать еще один год. Я не смогу этого сделать. Но вот я здесь. Прошел год. Я все еще сражаюсь с этим. Но я все еще здесь. И я еще сильный. И Бог говорит, видишь, ты недооценивал сам себя. Ты не знал, что ты можешь. Я позволил тебе через это пройти, чтобы показать тебе, что ты способен на такую силу, на которую ты не знал, что ты способен. Ты думал, он хочет убить меня, но нет. Он пытался показать тебе, что ты не никто. Ты не слабак. Ты не просто так здесь появился, чтобы мячик пинать. Но ты здесь. для того, чтобы быть победителем и даже более чем победителем, Бог говорит тебе в этот час, что каждое испытание, через которое ты прошел, было предназначено, чтобы показать тебе, что у тебя есть сила, о которой ты не знал. И что у тебя есть потенциал, о котором ты не подозревал. И у тебя есть мощь, о которой ты тоже не был осведомлен. И есть мышленность, о которой ты не подозревал. Перестаньте себя недооценивать. Потрясите кого-нибудь, скажите, что вы чувствуете себя лучше. Перед тем, как закончится служение, посмотрите на соседа справа и на соседа слева. Посмотрите на них внимательно, потому что сейчас вы можете не знать, кто они. Сейчас они могут не казаться вам какими-то особенными. Но позвольте мне вам пророчествовать. Узнайте их номер телефона. Перед тем, как закончится 2008 год, я советую вам узнать их имена до того, как закончится 2008 год. Возьмите у них визитку до того, как закончится 2008 год, потому что вы смотрите на того, кто приехал сюда на автобусе. Вы смотрите на того, кто приехал сюда на своей машине. На человека, который пришел сюда после того, как отработал 12 часов. Они стоят здесь, и от них пахнет так, будто они еще на работе. Вы смотрите на человека, который работает на двух работах. Вечером ходит в школу, и еще у него дети. Ты смотришь на молодых людей, которые вдали от дома. Они далеко от своей семьи, от своей работы, церкви и от своего города. Но я хочу пророчествовать вам, что сегодня они могут казаться вам никем, но завтра Бог высвободит в них свое величие. Позвольте, я завершу свою первую мысль. Нет, нет, я заканчиваю. Библия говорит, что Кесарь повелел сделать перепись по всей земле. Почему по всей земле должна была пройти перепись? На греческом это слово «консенсус», и оно означает «необязательный отсроченный платеж в пользу правительственных властей». Это перепись, послушайте, происходит из-за того, что Мария не может заставить Иосифа понять, что происходит. И Богу приходится явиться самому и сообщить об этом Иосифу, потому что Иосиф хочет отпустить ее. Это очень расстраивает тебя, когда никто, кроме тебя, не знает о твоем потенциале. Это очень расстраивает тебя, что в глубоких тайниках твоего разума у тебя были видения о твоем величии, а другие люди не знают, что Бог сказал тебе. И кажется, что они хотят как будто отпустить вас. Иосиф хотел сделать то же самое. Он хотел отпустить ее. Он хотел спрятать ее, потому что он не мог объяснить, что с ней произошло. И мы имеем дело с таким поколением церкви, которое не может ничего объяснить, потому что то, что вот-вот будет происходить, кажется им чем-то греховным и неправильным. Потому что вопрос, который задавал Иосиф, был таким. «Хорошо, Мария, я слышу, что ты мне говоришь. Но ведь я мужчина». Богословы предполагают, что Иосиф уже был женат раньше, и что дети, которых Иисус называл братьями и сестрами, не были его младшими братьями и сестрами, но что это были дети Иосифа от первого брака. По этой причине об Иосифе не писали в более поздних текстах, потому что он вскоре умер. Иосиф сказал Марии, ей 13, а он намного старше нее. Иосиф говорит, «Дорогая, послушай, я знаю кое-что, чего не знаешь ты». Его мозг анализирует все это, и он борется. И это очень неприятно, когда на тебе призвание и помазание Божье, а все в твоей жизни этому противоречит. И люди начинают отворачиваться от тебя, потому что они не понимают твою борьбу и твою ситуацию, твое обетование, твое обеспечение. И вот Иосиф делает это, и Бог является ему и говорит, «У Марии будет ребенок, и этот ребенок от меня». И ты, Иосиф, можешь повести себя как безумец, но я не какой-то отсутствующий папочка. Если я отец ребенка, я о нем позабочусь. Я оплачу его содержание. Поймите, что на любое ведение, которое вам дал Бог, Бог не оставит вас. Он будет наблюдать за вами и позаботиться о том, чтобы у вас было все необходимое, и чтобы все, что Он запланировал на вашу жизнь, исполнилось, и произошло все, чего Он желает для вас. И вот, что дальше сказано в Писании. Посмотрите. Вот Иосиф, а вот Мария. Вся земля должна пройти перепись. Почему? Потому что Марии необходимо прийти в Вифлеем, который находится в Иудее. Потому что то, что у нее в утробе, не может родиться в Галилее. Оно должно родиться в Иудее. Посмотрите теперь, это забавно. По всей земле проходит перепись, и они лишь проводят перепись, то есть они записывают числа. Они записывают числа. Смотрите. Вот столько людей живет в Иудее. По этой же причине Бог отверг Давида. Бог не отказал Давиду в постройке храма из-за того, что тот переспал с Версавией. Библия говорит, что Давиду было отказано из-за того, что он начал пересчитывать людей. Бог сказал Израилю, чтобы те никогда не пересчитывали народ, потому что Он сказал, что Он будет сам бороться за них. Вы начинаете пересчитывать, когда вы не уверены в том, что вам сказал Бог. Да, я знаю, что сказал Бог. Но позвольте я... Дайте мне... Поэтому Бог и отказывает Давиду в постройке храма. Но теперь перепись проводится снова, чтобы Мария пришла в то самое место. Потому что исчисления, которые провел Давид, эти цифры очень сильно устарели. Более того, они изменились рождением всего одного человека. Всего один человек нарушит существующее положение вещей. И меньшинство в этом царстве будет определять, что сделает Бог, а не большинство. Бог отождествляет себя с человеком, который видит, что Бог ему показал. Хорошо. Проходит перепись по всей земле. Почему? Все, что идет в вашей жизни не так, это для того, чтобы вы пришли куда надо. Целый год кто-то обвинял тебя в равнодушии. У тебя был друг, и вдруг он лжет тебе. О, нет, ты этого не делал. О, нет. И потом вы обнаруживаете себя вот здесь. Или же вы где-то работаете, все прекрасно, и вдруг вас увольняют. Ты уходишь с работы, ты злишься, потому что тебя уволили. Но зато теперь ты идешь на компьютерные курсы. Бог специально ставит тебя в то самое место. И даже когда кажется, что это работает против тебя, Бог говорит, нет, это не так. Ты бы до сих пор переворачивал сэндвичи. Тебе же это так нравится. Вам картошки фри? Может, вам гамбургер побольше? А, вам добавки? Картошки фри. Вы бы до сих пор были там, и Бог говорит, ты тут так пригрелся, что мне придется поработать с твоим шефом. Не такой-то ты хороший работник. Вдруг приходит твой шеф, и ты не понимаешь, что же ты такого сделал. Вдруг они начали увольнять людей, и ты попадаешь под увольнение. И Бог говорит, потому что ты бы до сих пор делал вот это. И мне пришлось вытащить тебя из этого, потому что у меня для тебя есть кое-что получше. Иногда твоя семья начинает считать тебя дураком, и ты думаешь, почему моя семья не понимает этого? У меня никогда не было проблем с моей семьей. Тебе нравилось приезжать к ним на День Благодарения и на Рождество, а теперь тебе от этого тоскливо, потому что они не понимают тебя, и ты борешься. И в своем духе ты говоришь, не знаю, почему в этом году я не хочу к ним ехать, из-за того, что они не понимают тебя. И Бог говорит, ты всегда будешь для них маленьким Джо или маленькой Мэри. И они так никогда и не увидят твой настоящий потенциал. И иногда на какое-то время мне необходимо отделить тебя, потому что ты должен увидеть, кто ты есть на самом деле. Смотрите, вот он приводит Иосифа, приводит Марию, проводит перепись всего населения. Они приходят в Иудею. Зачем? Потому что оба его родители, и отец, и мать, это прямые потомки Давида. Иосиф это прямой потомок Давида. Мария прямой потомок рода Давидова. Иосиф, так называемый приемный отец. Мария, его земная мать, которая дала ему плоть, потому что теперь Бог должен ввести это в историю. И он собирается сделать то, что еще никогда не делалось. И легко сделать то, что уже было раньше. Легко ссылаться на каких-то людей и вещи в прошлом. Знаете, почему у некоторых людей проблема с верой? Потому что они не привыкли к такому. Они не привыкли видеть людей, которые приходят в церковь, чтобы только насладиться присутствием Божьим. И некоторые люди осуждают их, говорят, почему вы не проповедуете об этом и не делаете того? Почему у вас так шумно? И зачем вам вообще так много света? Это же не ночной клуб, это церковь. Такого еще не было, но из-за того, что я делаю что-то по-другому, и если вы этого не понимаете, то это ваша проблема. Но я сделаю то, что окажется ценным, обновит, или коснется кого-то другого, но не тебя. Ты уже и так здесь. Нам не нужно тебя привлекать. Ты и так здесь. Нам нужны те, кого здесь нет. и так по всей земле проходит перепись. И все, через что вы проходили, каждая боль, каждое испытание, все. И вы можете сейчас не понимать этого, но когда вы начнете видеть славу и обетование, когда обетование начинает исполняться, вот беременная Мария. Она уже хорошо беременна. представьте, она похожа на двух человек в одном. Она одевает свитер, и люди все равно замечают. Потом она приходит в церковь, вся вот такая. Она полна своим ребенком. И ее время пришло, и Бог говорит, а вот теперь иди туда, и вы наполнены обетованием, и Бог хочет переместить вас в правильное место. И все, через что вы проходите, не является знаком того, что что-то не так. Но это лишь знак того, что то, что в вас настолько важно. Послушайте, если бы то, что в вас не было таким важным, у вас был бы выкидыш. да он бы нашел кого-то другого, чтобы исполнить то, что должны были сделать вы, но то, что в вас настолько особенно лично для вас и настолько пророчески вплетено в вашу судьбу, что Бог говорит, «Я не допущу выкидыша. Я сделаю так, что будет проходить перепись. Они будут вести себя забавно. Это будет перепись. И вещи, в которых они находили комфорт, больше не будут доставлять им комфорт. Вам вдруг нужно будет заплатить налоги, и в вашей жизни все начнет идти не так. Раньше вы включали определенную музыку, и она помогала вам. Теперь уже не помогает. Раньше вы приходили в церковь и, уходя, чувствовали себя лучше. Вы и сейчас ходите и чуть-чуть чувствуете себя лучше, но что-то в вашем духе говорит, что же происходит. Что происходит? Раньше ты мог позвонить своей маме, и она тебя всегда успокаивала. Теперь ты звонишь, и она тебе говорит, «Ты все? Если не можешь сказать ничего вразумительного, мне нужно закончить, потому что я очень занята. Ты нигде не можешь найти утешение». Почему? Потому что он собирается передвинуть тебя. Библия говорит, что когда Мария приезжает туда, она беременна, она полна, обременена, она наполнена этим ребенком. Она полна им, и Бог говорит, «Я сделаю то, о чем еще не слышали. Я не буду просто Богом». И Библия говорит, что когда Мария явился ангел, он сказал, «И нарекут ему имя Иисус». Он даже не разрешил ей его назвать. Он заполняет ее, а потом говорит, «Не называй его, как тебе хочется». Почему? Потому что в прошлом любое упоминание о Боге спасающем, что является тетраграмматоном, открытым именем Божьим, данным Богом, Моисею, и это является группой непроизносимых согласных. Йот-Хей-Вав-Хей, W-H, W-H. Вы взяли гласные от слова «Адонай» и перенесли их, поместив между согласными Йот-Хей-Вав-Хей, W-H, W-H. И мы произносим это как «Яхве». Но «Яхве» — это не его имя. Это, в лучшем случае, неверный перевод. Божье имя, в соответствии с медражами и древнееврейскими книгами писалось через 72 буквы и произносилось один раз в год на праздник Йом-Кипур. Когда первосвященник входил и произносил это имя, и Бог говорит, «Это единственный раз». Его имя нельзя было использовать каждому. Это мог делать только первосвященник. И он произносил его однажды, чтобы спасти народ. Любое другое имя. И когда Авраам оглянулся и увидел ягненка и принес его в жертву, то когда он уходил, он сказал, «Я должен как-то назвать то, что произошло». И он сказал, «Это место, и этот Бог будет называться Адонай Ире». Господь усмотрит. Такое имя он дал ему. В исходе он назван Адонай Нисси. Господь – знамя мое. В судьях он назван Адонай Шалом. Господь посылает мир. Так назвали его люди. Они решили его так назвать. Это хорошие имена. В именах нет ничего плохого. Но это они решили так его назвать. Эти имена хорошие, подходящие, но это человеческие имена. Однако Бог говорит, «Нет, люди не будут это называть. Я сам назову это дитя». И он будет назван именем Иисус, что на еврейском звучит как Иешуа, являющийся аббревиатурой имени Яхошуа. Яхошуа на английском Джошуа, что означает «Господь спасает». Но Бог говорит, «Я не хочу, чтобы меня так называли». Потому что, да, предназначение этого имени спасать, но оно не определяет, что именно я спасаю. Это подразумеваемое имя, в котором нет конкретного действия. Оно говорит, что я спасаю, но оно не говорит, что именно я спасаю. И когда я определяю имя, которым я буду наречен, а он говорит, что его будут называть не первосвященником и его не будут звать, как обычного еврея, но он будет наречен именем Иисус, потому что он спасет свой народ от грехов их. Другими словами, он говорит, «Послушай, я дам вам то имя, которое может использовать каждый». И если вы думаете, что вы недостаточно хороши, но вы знаете, как вас назвали, но я недостаточно молился, дело не в том, что вы великие проповедники или левиты, вы мой народ, и вы будете так называться, как бы там ни было, но я не из того колена. Ты забыл, кто ты такой? Но у меня нет ученых степеней. Ты забыл, кто ты такой, но я не приносил жертву животного и не проливал его кровь. Ты что, забыл, кто ты такой? Потому что когда ты понимаешь это, когда ты понимаешь, что призывая его имя, он сказал, Мария, я переведу тебя аж в Вифлеем, потому что Вифлеем на иврите означает дом хлеба, а Иисус должен был стать хлебом небес, поэтому было бы правильно, если бы сам хлеб родился в доме хлеба. Вот что он им говорит. Он говорит, мне нужно, чтобы вы пришли именно сюда, чтобы вы наконец родили на свет, то, что есть в вас. Посмотрите на своего соседа, скажите, я проходил какие-то вещи, но я чувствую, что сейчас я уже на новом месте, и мне не нужно новое начало, но я уже на новом месте, и я ношу в себе плод, и я уже готов произвести на свет все, во что я так долго верил, все, о чем я молился, все, о чем я просил Бога. поаплодируйте, я уже в Иудее. И когда Мария приходит в Иудею, Библия говорит, что когда она туда приходит, то в гостинице для них не находится места, нету ни одного дома для того, чтобы она могла родить, потому что люди не смогут этого понять, люди не дадут место тому, что Бог будет делать в твоей жизни. Если бы они знали, им она беременна, они бы нашли другой дом. Если бы они знали, кого она собирается родить, они бы постучали в дверь к домовладельцу и сказали бы, а ну-ка, собирай свои вещи и уходи. Но Бог говорит, я никому не позволю узнать, кем ты беременна. Это секретное оружие, потому что если бы дьявол знал, кого она собирается родить, он бы попытался уничтожить. то, что было внутри нее еще до того, как оно родилось. А теперь послушайте, дьявол смог организовать атаку уже после того, как он вышел из утробы. Но он бы попытался убить ее, если бы ребенок был еще в утробе, и Бог хранил Марию так же, как и всех остальных. Это была обыкновенная еврейская девушка, в ней не было ничего особенного, ничего примечательного, она была такой же, как все остальные. У вас внутри такое величие, и люди этого не знают. И вы удивляетесь, почему они об этом не знают? И Бог говорит, они будут завидовать тебе, они попытаются убить этот плод, они будут злословить его, они предадут и обманут. Но Бог говорит, я его спрячу от них, пока ты не придешь в правильное место, и пока ты не окажешься с правильными людьми. И, Мария, ты не сможешь родить своего сына в чужом доме. Ты должна прийти к своим людям, тем, которые славят Бога, так же, как и ты. И кричат ему так же, как кричишь ты, и верят так же, как веришь ты. Бог привел тебя сюда, чтобы ты был в том месте, где тебе нужно, и смог наконец родить. Ты не знаешь, почему ты сидишь рядом с тем человеком, но они знают, как славить Бога. А если они этого не знают, то возьми свой кошелек и Библию и переедь в другое место, пока ты не будешь готов родить. Мне нужны те, кто поймет меня, кто будут как акушерка, и кто поможет мне произвести на свет то обетование, которое вложил в меня Бог. Иуда, восхвали Бога. Давай, Иуда, прославь Его. Восхвали Господа. И нарекут Ему имя Иисус. Потому что Он будет человеком, которого Мария отдаст Богу. И то, что Бог дал ей, она даст этому плоть. Она даст плоть этому Слову. И Его Слово будет заключено в Его тело. И когда Он делал какие-то вещи по-человечески, люди просто удивлялись, они спрашивали «Почему? Почему ты плачешь, когда Лазарь умер?» И это похоже на то, что здесь проявилась его сторона по матери. Но когда Он сказал «Лазарь, иди вон», здесь обнаружилась его сторона по отцу. Когда Он спал на дне лодки, проявлялись его материнские гены. Но когда Он сказал «Умолкни, перестань», здесь проявились его отцовские гены. Вы меня слушаете? Когда Он испытал сострадание голодным, это были его материнские гены. Но когда Он взял пять хлебов и две рыбки, Он сказал «А сейчас проявятся гены моего отца». И когда они посмотрели на него, они сказали «Как может этот человек, который называет себя Богом, быть таким похожим на нас?» Он сказал «Друзья мои, это у меня от мамы». Но когда Он начал воскрешать мертвых и исцелять больных и кормить голодных, Он сказал «А это у меня от папы». Послушай меня, каждый из вас очень хочет знать, когда я уже освобожусь от того, что внутри меня. Я скажу вам когда, когда настает предел, когда вы уже не можете, когда вы не можете идти дальше, когда вы чувствуете, что настал конец всему, когда вы пришли к концу самих себя. Кому из вас уже надоел 2007 год, и вы не можете дождаться, когда он закончится, и когда настанет 2008 он надоел вам, вы уже не можете дождаться, когда попрощайтесь с ним. Я уже ставлю 2008 год на бумагах, просто делаю вид, что он уже наступил, но причина, по которой я готовлюсь попрощаться с ним и перейти на другой уровень, это потому, что я прошел столько всего, но я не расстроен из-за своего прошлого, я полон энтузиазма и радостно ожидаю свое будущее, я с нетерпением ожидаю увидеть наш потенциал, я не могу дождаться, чтобы увидеть то, что Бог мне доверил, я не могу этого дождаться, и они пели о нем песню, но Мария еще не знала, что ее ребенок будет исцелять больных, и что он будет ходить по воде, и мы даже не знаем, чем мы беременны, но мы знаем одно, что мы получили это от Бога, мы не получали это от плоти, и не получили это от человека, мы получили это от Бога, послушайте, Библия говорит, что она пришла в Иудею, послушайте все, она пришла в Иудею, и весь мир поучаствовал в том, чтобы ей прийти в Иудею, все в их жизни пошло не так, и когда она была в Иудее, они Они пришли в место, называемое Вифлеем, или Дом Хлеба. И Библия говорит, что когда они были там, когда они пришли в Вифлеем, для них не нашлось места. Вообще не было. Для них не было никакого места. Представьте себе этот конфликт. Он сказал нам прийти сюда. Но вот мы пришли, и для нас нет места. Все идет не так. И тут даже нет места. Нет ничего, к чему я мог бы примкнуть. А теперь куда мне идти? И Библия говорит, что они нашли ясли. Маленькое местечко, где не собирались люди, а только животные. И они пытались сделать лучшее из ничего. Некоторые из вас не знают об этом. Что каждый раз, когда вы чего-то хотите, вы идете в супермаркет Таргет или Волмарт. А помните, когда у вашей мамы не было денег, чтобы купить новые подушки или простыни? И в вашей жизни однажды наступает такой момент, когда вы говорите, послушайте, во всех сферах жизни у вас до этого было обеспечение. Вы всегда могли купить что-то еще сверху. А теперь вам приходится обходиться тем, что есть. И это не то, чтобы вы стали меньше зарабатывать, и не то, чтобы вам это стало обходиться дороже. Счета не поменялись, и денег не поубавилось. Так что же случилось? Почему ничего не срастается? Потому что вам нужно заплатить налоги. Вам нужно заплатить духовный налог, потому что Бог говорит, что ты не в правильном месте. Он говорит, мне необходимо, чтобы твоя семья стала считать себя безумцем. Подготовься к Рождеству. И не расстраивайся. Просто помни, что ты уже близко. Когда ты идешь на работу, и все начинает сводить тебя с ума, и люди начинают смотреть на тебя, как на дурака. Друзья, ты близко. И ты снова делаешь расчеты с твоей чековой книжки и в сальдо, и опять ничего не сходится. И ты такой, я близко. И смотришь под рождественскую елку, и вспоминаешь, что много лет назад ты мог положить туда что угодно, а в этом году ты уже не можешь этого сделать. И ты думаешь, я близко. Я близко. Я уже близко. И все, за что ты держался, уже не работает. Скажи своему соседу, я близко. Подвернись к другому и скажи, знаешь что, ты тоже близко. Не сдавайся, не сдавайся. Не сдавайся, еще рано. Ты уже близко. Ты ближе, чем когда-либо. Ты ближе. Не ослабевай. Потому что в свое время ты пожнешь. Сейчас наступает другое время, и оно называется свое время. Это когда ты получаешь то, что должен получить. Уже даже настала просрочка. У тебя настала просрочка, но пришло время отдать должное вам, потому что Бог говорит, ты прошел кошмарной ситуации, и я должен тебе. У меня есть чеки, которые я тебе должен. У меня есть благословения, чудеса и сверхъестественные вещи, которые я должен тебе. И Бог говорит, я не остаюсь в долгу. Это говорит Библия, что Бог не остается в долгу ни перед кем. Бог говорит, я устал от того, что должен тебе. В этом году я раздам все долги. Глубина вашей проблемы — это указатель той большой порции благословений, которая есть у Бога для тебя. Я сейчас живу у пастора Брауна, и ему нравится смотреть реальные передачи. Ну, все эти реалистические фильмы, которые называют реальное ТВ, реалити-шоу и так далее. О том, как люди отдают свои вещи, как жертвует Опро Уинфри, как доктор Филл строит дома и так далее. Он сидел и плакал. Он был так взволнован, когда показали одну семью, мужчину, у которого было пятеро детей, или четверо мальчиков. Он сохранил эту запись, и потом ему построили новый дом. И эти детишки бегали по всему дому и кричали, «А, здорово!» Они лазили по стенам, лазили повсюду, и каждый день он включал эту передачу. Я сижу, а он снова и снова проигрывает ее. Он обожает такое, просто обожает. Что до меня, то я больше люблю другое, когда людей убивают в конце. И я еще пытаюсь решить эту проблему. Мне нравится стрельба, я люблю чудовищ. Но если вы позволяете этому проникнуть в ваш дух, я проповедую в церкви. Вы когда-нибудь имели дело с монстром, рядом с которым вы сидите, которого я видел по телевизору? Я посмотрел интервью с вампиром. Вы когда-нибудь сидели рядом с человеком и чувствовали, как будто из вас уходит жизнь? И он смотрит эти передачи, а я завис на этих фильмах. Как будто ты не знаешь, что там произойдет. И они показывали эти дома, которые подлежат реконструкции. Вы их когда-нибудь видели? Они все в выбоинах, в выемках. Вы узнаете их по этим выбоинам. Дома с выбоинами. И они отослали эту семью куда-то на время. Когда их привезли обратно, ремонт уже был закончен. Но они еще не могли увидеть дом. Они еще не видят дом. Но чем же может быть закрыт этот дом? Тем, что либо немного больше, или по меньшей мере, такое же большое, как и то обетование, которое спряталось на другой стороне. Итак, послушайте. Эта семья сидит там. Они готовы увидеть. Ух ты ж, какой большой! И они смотрят, и они уже готовы его увидеть. Он огромный. Это похоже на то, когда вы готовы увидеть. Когда вы готовы увидеть то, что на другой стороне? И какая у нас реакция каждый раз? Знаете, что он сказал? Том сказал, они знают. Я сказал, нет, они не знают, что они будут говорить. Прямо как ваш пастор. Вы скажете, уберите этот грузовик. Или автобус. Грузовик. Какая разница? Для меня это не важно. Грузовик или автобус. Не важно. Они убрали это что-то гигантское, что там стояло. Послушайте. Если бы они были далеко от грузовика или автобуса, есть вероятность того, что они бы видели то, что позади него. Но чем ближе они становятся к обетованию, тем меньше видно само обетование. Хочешь знать, насколько близко ты к обетованию? Чем тебе тяжелее? Чем оно кажется дальше от тебя? Чем ужаснее твоя ситуация? Чем хуже твои обстоятельства? И если ты его не видишь, значит, ты уже рядом. Повернись к соседу и скажи, ты ближе, чем когда-либо раньше. Ты уже совсем близко. И Библия говорит, что когда Мария была в Иудее, в Ифлиеме, для них не нашлось места. И потом, когда для них не нашлось места, Бог заставил все небо прийти туда, где не было места, и шагнул туда, и сделал весь мир своим домом. Позвольте, я буду пророчисовать каждому из вас сегодня. Если вы чувствуете, что каждая мечта, которая у вас была, теперь заброшена и забыта из-за ваших неудач, ошибок или проблем, если вы чувствуете, что есть определенные вещи, в которые вы верили, но вы перестали верить, потому что вы думаете, ну, может, 10 лет назад я еще мог это сделать, 5 лет назад, когда я был на это способен, я хочу сказать вам, что вы близко, вы так близки к этому, что вы даже не можете этого увидеть. И Дух Святой очень скоро передвинет вашу плоть, переместит ваше тело, и то, чем вы были беременны, очень скоро родится на свет, вы очень скоро разродитесь, своим обетованием. Откуда вы это знаете? Потому что вы этого не видите. Из-за того, что я этого не вижу, я это знаю, потому что мы ходим в веру, а не в видение. Насчет три. Библия говорит, что когда она туда пришла, послушайте, вот мы читаем историю, мы исследуем ее, Адам родил, и дальше идет история, а потом сказано, что Руфь родила, что Руфь родила, и Ваос, который был женат на Руфе, родил Авида, а Руфь была моавитянкой. Моавитяне появились в результате кровосмешения между Лотом и его дочерью, и моавитянка родила Авида, родила его от Ваоза. Итак, Ваоз родил Авида, а у Авида родился и Есей, у Есея родился Давид, а у Давида родился ребенок от женщины, которая была замужем за другим мужчиной, которого Давид убил, а Соломон родил и так далее. И если вы еще дальше вернетесь в историю, вы прочитаете, что их пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабу и была Рааф, а она была блудницей. И Иисус сказал, «Я мог прийти в этот мир через любую семью. Ты не можешь представить, что я вообще собираюсь сделать. Ты не знаешь, что у меня есть женщина, которая не планировала рожать, ее считали сумасшедшей. И у меня есть разные люди, есть те, которые даже не закончили среднюю школу, есть люди, которые кое-как закончили шестой класс. Ты даже не знаешь, через кого я пришел. Знаешь, через кого я пришел? Я скажу тебе, моя пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка была проституткой. Моя пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка по имени Руфь была результатом отношений инцеста. У тебя в шкафу скелет, у меня целая могила. Каких только людей у меня не было в роду. Поэтому я и выбрал прийти. Я решил прийти через таких людей, прийти через Иуду, чтобы ты понял, что ты не пленник своего прошлого. И ты не пленник тех ошибок, которые совершил кто-то другой. Сегодня ты уже близко. И все это ожидало тебя. И ты не единственный, кто станет выпускником. Ты первый, кто им станет. Ты не станешь единственным богатым человеком, но ты станешь первым богатым человеком. Бог начинает что-то делать в твоей семье. Он разрушает проклятие. Он начинает сегодня что-то новое. И когда все это началось? Когда они пришли в Иудею. Я скажу тебе, когда это произойдет у тебя. В тот момент, когда ты начнешь. Послушайте, знаете, что мне больше всего нравится в той семье? Они стоят прямо перед тем автобусом. 24 декабря и у твоих детей все есть. Они не знают, что ты был банкротом, не знают, какие ты прошел испытания. Они уже готовы получить подарки. Они знают. Они знают, что когда они дойдут до того самого места, им не обязательно его видеть. И они не ждут, когда уедет автобус и когда на твои глаза навернутся слезы. Они даже не знают, что это будет такое. Они просто знают, что когда они подойдут к автобусу, оно им откроется. Послушайте, знаете, почему у некоторых из вас ничего не происходит? Я устал от того, что я не вижу этот дом. Потому что вы уже там. И Бог ждет, когда вы уже начнете делать вот так. Он ждет этого от вас. Маленькие дети не знают, что у вас нет денег. Зато они знают, что 25 декабря они это увидят. Хотите устроить аттракцион у себя дома? Они знают. И Бог говорит, что это произойдет сегодня. И вы можете уйти, думая, «Так, что еще произойдет плохого?» А можете уйти вот в таком настроении? Я готов. Я готов. Вы можете уйти сегодня отсюда и сказать «не а». И вы смотрите на все эти вещи, которые происходят у вас. Но детская вера... Знаете что? И я закончу. Давайте я вам кое-что скажу. Разве Бог не был рожден по-настоящему? Почему бы Ему не прийти просто как человек? Зачем Ему нужно было родиться ребенком? Зачем? Потому что Он хотел показать, как важна детская вера. Когда Иисус вышел из утробы, в мире царствовал грех и коррупция. И все шло не так. Люди были испорчены. И знаете, это поколение ничуть не хуже того поколения. Каждое поколение было осквернено. Оно было отвратительным, нечестивым, полным греха. Вы скажете, такое будет, когда настанут войны и военные слухи. Всегда были войны и военные слухи. Люди всегда были испорченными, развращенными. Мы все были такими, пока не обратились. И такая ситуация была во всем мире. И если Иисус пришел как человек, владеющий полнотой знаний, Он должен был бы посмотреть на нас и сказать, «Мне ужасно надоели эти люди». Но вместо этого, Он сказал, «Сегодня мой день рождения. Сегодня мой день рождения. Мне дадут подарки. Они испорчены. Посмотри, как они грешат. Ну и что? Мне дадут подарки. Мне дадут тебя. И тебя. Я призываю тебя. И тебя. Ты еще не родился, но я призываю тебя. Твоя мама натворила дел, но я призываю тебя. Ты не знаешь, кем был твой отец, но я призываю тебя. Твой отец был наркоманом, но я избираю тебя. Твоя мама умерла при родах, но я избираю тебя. Ты плохо учился в школе, но я избираю тебя. Ты был банкротом, но я избираю тебя. И если бы Иисус родился сегодня, вы бы могли точно так же возрадоваться. Если бы вы могли возрадоваться точно так же. Когда я приду сюда в три часа, я хочу, чтобы вы радовались, как дети. Как дети. Чтобы вы были, как дети Стефана. Вы знаете, когда дети Стефана пошли в гости к епископу? Это было пару дней назад. И когда они зашли к нему домой, у него для них были приготовлены подарки. Он обернул их и положил под елку. Папа! 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 Потом они зашли внутрь. Пастор удивился. В году всего одно рождественское утро. Но дети не отличают 25-е от 15-го. Зато все дети знают одно, что там лежат подарки. И Эйнджи, которая всего лишь чуть-чуть умеет читать, подбежала и читает A N B G E G E И им было абсолютно все равно. Им было все равно. Он написал сообщение пастору. Пастор, еще не Рождество, а дети уже открыли подарки. Им было все равно. Все, что они знали, было то, что это их подарки. Иисус пришел. Мария, когда же ты уже придешь в Иудею? Я готов. Я уже готов спасти. Я готов освободить. Я готов исцелять. И пока вы сидите здесь, в Галилее, с тугодумами, я уже готов сделать что-то новое. А вы проводите время со своими друзьями на работе, которые негативные, у которых нет никакой веры. Вы проводите время со своей семьей, которая говорит, «Ты что, еще ходишь в эту церковь?» Я знаю, я раньше зависал с ними, но в этом году я не ошибусь. В этом году я готов. Я готов получить благословение. Я готов к успеху на счет три. Прославьте Господа, как дитя, и скажите, «Я готов. Я готов. Я готов к новому. Я готов к тому, чтобы Бог сказал, «Раз, два, три». И я возрадуюсь. Я готов. Я готов. Готов. Я готов. 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 Готов! Готов! Ты не знаешь, что это такое, но ты готов! Ты не знаешь, что сделает Бог, но ты готов! Ты готов к следующему уровню! Для следующего уровня! Готов! 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 Ты готов! Не важно, что вы слышали! Я не знаю, что вы слышали! Вы готовы! Кто-то из вас уже не может дождаться! Не может дождаться того, что же сделает Бог! Не может дождаться следующего события! Я готов! Я готов! Я готов! Я готов! Я готов! И то, что внутри вас уже вырывается наружу! Ваше обетование! Я чувствую себя слепым! Я чувствую, что я будто во тьме! Послушайте! Когда Мария удалилась от огней большого города, она смогла родить тот свет, который осветил весь мир! Я не видел звезды на восточном горизонте, потому что яркость света, созданного людьми, затмевала откровение небес! Но чем дальше я остановился от людей, чем больше я удалялся от света, созданного людьми, тем больше я мог видеть свет, созданный Богом! И вы говорите, я чувствую себя таким одиноким в этом году! Вы окружены друзьями, но вы до сих пор чувствуете себя одиноким! Вокруг тебя люди, но ты все равно чувствуешь себя одиноким! Вы говорите, почему? Почему я чувствую себя таким одиноким в этом году? Бог говорит, я удаляю тебя, я удаляю тебя от того, что думают люди, с той целью, чтобы ты увидел цель, которую Бог поместил в твою жизнь. Отец во имя Иисуса, в жизнь каждого мужчины и женщины, мальчика и девочки, которые здесь присутствуют. Пусть слова, которые я говорю, и размышления моего сердца будут приняты ими, сила моя и мой искупитель. Запечатлей в их разуме свое слово. Я не вижу этого, потому что я близко, но я взволнован. Я исполнен радости так, как был полон радости Иисус. Я радуюсь так, как радуются мои дети. Они даже не знают, что у меня есть. Они не знают этого, но они радостно возбуждены, потому что они знают, что ты веришь. И мы знаем, что ты веришь. И мы знаем, что все изменится. Все изменится. На каждую проблему есть обетование. На каждую проблему есть обетование. И то, что не убивает нас, делает нас сильнее. И мы благодарны тебе. О, Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты сейчас делаешь. Возвысьте свой голос и начните поклоняться. Возвысьте свой голос, возвысьте его громче, громче, громче. Соединитесь с ангелами, соединитесь с ангелами в хвале. Во имя Иисуса, послушайте. О, Бог! Спасибо, Иисус. А сейчас вот, что я попрошу Вас сделать. Библия говорит, что когда они пришли, они принесли дары. Вот, что я хочу от Вас. Ровно год назад врач сказал мне, «Ты не проживешь и года с этой болезнью». Полтора года назад он сказал мне, «Ты не выживешь. Если ты выйдешь из этой больницы без операции, ты умрешь». Он не хотел понимать, почему я не хочу операцию. Я сказал ему, «Ну, потому что я проповедую». Он сказал, «Ну, ты же сможешь проповедовать». Я сказал, «Вы, наверное, никогда не слышали, как я проповедую. Это требует усилий. И если вы остались живы, вам нужны не больничные палаты, вам нужна милость». И он сказал, «Ты не проживешь и года». И вот я здесь спустя полтора года. У меня ничего нет. Но послушайте, послушайте. Классная вещь состоит в том, что теперь я вернулся туда, где Бог сказал мне быть с самого начала. Это был болючий процесс. Но я кое-чему научился. Теперь я умнее, чем раньше. Теперь у меня более глубокий завет, чем до этого. Боль заставляет тебя любить больше, чем ты любил раньше. Ты заключаешь более глубокие заветы. Теперь у меня есть мудрость, которую я не получил в Гарварде. Ни Дамаск, ни Индия, ни проживание в другом месте не могли мне это дать. И в этом году я счастлив. В этом году. И я не хочу. Боже мой, я даже боюсь включать телевизор. Я просто стал таким нервным. Я просто не хочу слышать, как там говорят, «Это новое начало». Да, это начало. Это действительно начало. Но оно не новое. И все, через что я прошел, я забираю это с собой. Я прошел слишком большой ад, чтобы взять и оставить его там. Нет, я забираю все это с собой. И вот что я сейчас сделаю, и попрошу вас сделать то же самое. Мне говорили, что я не буду жить, но я жив. И в феврале мне исполняется 40. Давайте станцуем. И теперь я считаю обратно. Я не знаю, может, некоторым из вас здесь 22, кому-то 19, кому-то 30, кому-то 40, кому-то 50. Есть те, кому 60, кому-то из вас 65 лет. И вы смотрите на своих детей, которые еще не спасены, и вы задаетесь вопросом, «Бог, уйду ли я отсюда?» Не знаю, исполнилось ли обетование об их спасении. Послушайте, я дам 40 долларов. Это касается меня. Не знаю, как насчет вас. Потому что я прошел через столько лет, и я беру все это с собой на мой следующий уровень. Возможно, вам 30 лет. Дайте тогда 30 долларов. Если вам 22, дайте 22. Может быть, вам 10. Подергай свою маму за ручку и скажи, «Мам, ну дай мне 10 долларов. Может, вам 60. Позвоните своей дочери на другом конце зала или сыну и скажите, «Маме 60, она уже пожилая. Давайте сбросьтесь на благословение. Пожертвуйте именно столько денег, сколько вам лет, потому что я хочу, чтобы вы сделали пророческое заявление, что когда вы сегодня уйдете отсюда, все через что вы прошли, будет исполнено. И не будет больше неисполненных видений. Все это исполнится очень скоро. Все, кто здесь находится, возьмите их в свои руки, возьмите их в руки. Субтитры создавал DimaTorzok